Всем доброго и бодрого утра! Всем хорошего настроения! Как же хочется понежиться ещё по стирке вот с этим красивым мальчиком, с этим зладушиком, лопатушиком, но надо вставать. Очень много отделов. Ой, стоит! И мой сящик! Сящик ты! Вот с утра вот смотришь на его красивую улыбку. Он всегда на позитиве с улыбочкой и настроение поднимается. Такой хорошенький. Ну ты такой красивый. Тёма! Тёмать! Ты защит! Давай, надо вставать. И у меня сегодня очень-очень много дел. Отпустите, как хорошо, тепло, уютненько. Сладкий носик. Тёмочка, отойди, пожалуйста. Мне надо задвинуть диван. Помощник маме. Всё ему дай, подай. Не надо тебе эти веточки. Ха-ха-ха-ха-ха. Видишь, мать? Не сдаётся никогда. Молодец. Находит способы, как дотянуться до того, что ему нужно. Тёма. Тёма. Ну отходи, Балам. Отходи, Минус Ассэгэм. Всё ему надо. Артём. Давай. Как ты задвигать? Уходи. Я здесь прикрыла паспортные данные, но хочу вам показать, как выглядит договор безвозмездного пользования с жилым помещением, квартирой, если кому интересно. Не нужно вам для этого идти к нотариусу, платить бешеных денег. Распечатываете вы это дело в интернете на листочке обычном. Вписываете паспортные данные. Например, в нашем случае это паспортные данные отца мужа и его паспортные данные. С обратной стороны выглядит это вот так. Вот внизу также пишите паспортные данные, фамилия, имя. Кто вам сдаёт, да? Ну, не сдаёт, а даёт на пользование. И, например, моего супруга. И всё. А мне сам работник жилодила сказал, что это нужно делать именно таким вот образом. Хотя мне до этого говорили, что нужно делать нотариально. Ничего подобного. Вот скачали, распечатали, подписали и вперёд сдавать. А у нас сегодня на обед вкусная шурпа. Горядину варила часа почти два. Она такая мягкая, вкусная. Вкусная. Обожаю шурпу. Были умерены на день рождения. Они нас угощали шурпой. Прям что-то сегодня снова так её захотелось. Аппетитненько. Прям так. Моя любимая женская консультация. Иду. Давно я здесь уже не была. Сколько здесь? 11 месяцев я здесь не была. Сейчас пойду встречаться с своим любимым врачом, медсестрой. Мы здесь, походу, уже второе крыло сделали ремонт. Пока у меня пропуск был. Баранина? Да, да, да. Как я хочу кушать. Я обожаю тандырную самсу. Кстати, вот этот вот острый перчик вообще такой вкусный. Лёша раньше брала другой соус. Мне с этим соусом не очень нравится. Вот с этим прям вообще топчик прям. У меня с говядиной. А с говядиной очень вкусно. Смотрите, сколько мяса. Тётя, ничего не нашёл? А всё, ты разбил пудру уже одну. И надо же было, мама, вот самую дорогую взял. Ай-яй-яй, ничего не оставили, Тёмочки. Это что такое? Это от Атай. Это от Атай. Сошу надо. Ничего не оставили из косметики. Бабуля, зачем ты ему ещё сверху одела? А чё одела? Сверху ещё. А тоненькая же, брат. Как тоненькая? Тепло на улице. Ой, не на улице, дома. На улице хуаля одна, а дома тепло. Хуаля же идёт. Бабуля прям... Слушай, на улице сегодня прям всё холодно. Холодно, зима. Да. А он говорит, ну поехали под утро, говорит, за товаром, замёрзли. Да, очень холодно. Тёмочке, вот игрушки совсем не нужны. Вот с чем она играет. Что за бабуле? Уложила спать Тёмочку на первый сон. И сейчас мы будем с красивой Камилочкой смотреть какой-нибудь лёжа здесь фильм. В обнимочку, да, Камилка? Что-то у меня сегодня такое настроение, состояние домашнее, уютное. Мне хочется вот Камилочка полежать, пообниматься, поцеловать её. И посмотреть какой-нибудь интересный душевный фильм. Да, моя звёздочка? Будем с тобой смотреть. Она так аппетитно ест яблочко, что я пошла и себе тоже взяла яблоко. И нашла фильм российский. Сейчас его хочу посмотреть, потому что для меня актуальна эта проблема по поводу деток. Потом вам расскажу свои впечатления. Сидим с моей подруженькой. Да, моя красотка составляет мне компанию. Всего приятного нам просмотра фильма. Девочки, я смотрю этот фильм. У меня просто мурашки по коже. Берегите своих детей. У меня прям уже слёзы наворачиваются. Чем больше я его смотрю. Это вот прям я считаю, что такой фильм должны включать в школу для детей, чтобы они его смотрели. Досмотрели фильм. Я пошла пить чай. Прихожу, здесь моя малышка уснула. Такая же она свежо-сладенькая. Хотя ночью она очень хорошо спала. Ну, и дать. Организм требует своё. Хочется отдохнуть. Дома такая тишина. Тёмочка спит, камелочка спит. Аж непривычно. Пока мои эмоции ещё тёпленькие, как говорится. Хочу с вами поделиться жизненным фильмом. На просторах Ютьюба он мне попался совершенно случайно. Вы знаете, я прям его от всей души рекомендую. Каждой маме посмотреть. Показать своему ребёнку. И прям, чтобы в школах транслировали данный фильм. Он действительно не оставит никого равнодушным. Фильм называется «А что, если они живы, куда пропадают дети?» Он просто на меня в рекомендованных подборках попался. И я решила посмотреть. Герои данного фильма – это люди, которые стали узниками ожидания. Вы знаете, такое страшно произносить. И это очень-очень страшно видеть. Но они потеряли самое дорогое. У них отняли просто частичку их жизни. Для них, вы знаете, погасло всё. Не радовало ничего. Вот я просто, я говорю, когда я смотрела этот фильм, я просто проникалась в историю героев. Не дай Аллах, ни одному родителю такого пережить. Представляете, вот когда родители теряют, да, самое дорогое. Выходя на улицу, в каждом ребёнке видят своего ребёнка. А бегут, зовут, да, и этот ребёнок потом расставляется в толпе. Они его не видят, и у них начинается просто ужас в голове, который творится. И я говорю, не дай Аллах, ни одному родителю это пережить. Ты представляешь себе, бедные родители, например, сидят дома. Тишина, да, покой. И, например, там поднимаются по ступенькам или едет лифт. И у них каждый раз ожидание того, что вот-вот, это их ребёнок, постучится сейчас в дверь, скажет, что мама, папа, я вернулся-то. Вот эти моменты меня просто как током срахнуло, когда я это всё осмотрела. Но, знаете, самое важное в жизни – это никогда не терять надежду. И вот очень классно, что родители не потеряли надежду, не отчаялись, да, они искали выходы. И через энное количество времени они всё же воссоединились со своими малышами, со своими детьми. Вообще, вы знаете, в практике у следователей очень часто, когда я вот училась тоже в юридическом, да, бывает такое, что потерялся и там через какое-то время находится. Слава Аллаху, без трагических каких-то последствий. Но представляете, каково всё это время ожидания родителям? Кто занимается поиском пропавших детей? Кому обращаться? Все эти вопросы поднимаются в новом фильме «Беллис». Девочки, я оставлю обязательно ссылочку. Посмотрите, вот впереди выходные, посмотрите это всей семьёй и проникнитесь. Я думаю, что для вас и для вашей семьи это будет очень-очень полезно. Внизу в инфобоксе будет ссылочка и в описании к видео. Позвонили, нам сказали, пришла наша плитка в коридор. Надо сейчас доплатить и забрать её. Муж поехал уже на склад забирать, а я иду доплачивать. Охраняю ещё коробочки. Нам вот сейчас вынесли, а муж ушёл. Ему надо было в магазин сходить быстренько. В общем, вот эти вот наши соты. Это, конечно, небюджетное такое удовольствие, но зато будет смотреться очень хорошо. И мы ещё заказывали плитку, картину. В общем, вот эти соты и плитка, картину нам вышла в 100 тысяч рублей. В общем, ремонт это дело не из дешёвых. Мы ещё покупали, получается, в коридор, но только на другую стену до этого. Ещё плитку другую. Почти, как у нас в зале на стене плитка. И та нам тоже около 25 тысяч обошлась. И вот сейчас 100. Это 125 тысяч. Это без выравнивания, это без клея, без всего. Это только стены в коридоре. Мы уже пол купили, заливное пол купили. В общем, мало что делать, девочки. Нужно создавать уют в своём гнёздышке. У нас поехал домой. Сосиски взяли, брынзу. Чё-то последнее время. 20 прям на брынзу подсела. Сейчас мне надо пойти, взять подгузники, тёмочки. Бананы закончились. Сейчас быстренько ещё куплю. И домой. Ну, а уж так холодно. Прям очень холодно. Вот предложила же мне соседка купить подгузники, тёмочки. Я просто вместо с ним уснула и не взяла трубку, когда она мне звонила. Так бы меньше денег бы потратила. Сейчас я ей звоню. Она мне тоже говорит, вот ты не взяла трубку, я все свои деньги потратила. Так бы, говорит, сэкономила за счёт того, что купила тебе памперсы. Так и я сейчас. Если бы она мне купила, я бы столько денег не потратила. А сейчас всё надо, всё надо. Мне так захотелось рыбки копчёной, с кумбрием. Зашла, купила рыбку. Сосиски, стремзу, молочку. В общем, я только молочки на 700 рублей купила. Вроде ничего такого не взяла. А на 700 солнышко светит, а я без очков иду уже домой. Смотрите, какая красота. Но на улице очень-очень холодно. Я надеюсь, что этот холод мне надолго захочется. Там тепло. Там кто такой красивый? Там кто за девочка такая холёсенькая? Там каменька? Сладкая. Камень, идём полежим с тобой. Мне на повод, чтобы кто-то лежал, а я типа с ним лезу. Не могу. Ноги вытянула. И так хорошо. У меня было нашего пирога бастого, поэтому заказали, напробуем ядовик. И эргав ванильный. Вкусно. Заказала доставку шаурмы, а мужа заказала шашлык в лаваше. Когда не готовить, доставки выручают. Спасибо вам за ваши рекомендации, что прилетанная ту готовку закажу еду. Часто я этим вашим полезным советом начала пользоваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!